МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой, Севастопольское информационное бюро, первые новости города. В студии Екатерина Коломец. Здравствуйте. В микрорайоне Бухты Казачьей возобновлено строительство нового детского сада. Рабочие устанавливают сваи для фундамента и готовятся к возведению цокольного этажа. Согласно контракту, детское учреждение должно быть готово в декабре нынешнего года. Спустя несколько месяцев на месте будущего детского сада в микрорайоне Бухты Казачьей снова работает строительная техника. Из-за особенностей грунта фундамент здесь монтируют на сваях. Из 158 конструкций готовы более 80. После этого сейчас мы подготавливаем оголовки свай под завязку с ростверком и подготовка основания под устройство бетонной подготовки собственного ростверка с окольного этажа. Строительством детского учреждения занимается общество с ограниченной ответственностью теплостройсервис, уже построившее школу на улице Шевченко. Это уже второй подрядчик на объекте. Напомним, ранее здесь работал застройщик «Рудстройдвор», с которым власти Севастополя расторгли контракт в августе минувшего года из-за крайне низкого темпа работ. Как сообщил журналистом директор Департамента капитального строительства городского правительства Иларион Гапицунов, аванс прежний подрядчик вернул в добровольном порядке. Но из-за процедуры расторжения и новых торгов срок сдачи сада перенесли на год. На стоимость объекта смена подрядчика не повлияла. Изначально на него заложено 249,5 миллионов рублей. Но после выхода на объект возникли некоторые сложности. Вероятнее всего, корректировка проекта будет произведена, так как сейчас с подрядчиком переговорили о том, что конструктивные решения по устройству свайного поля не совсем точные. Здесь на второй половине блок-секции на малой глубине уже подходит вода. В любом случае техническое решение будет найдено. На мой взгляд, необходимо просто увеличить площадь опирания сваи и тем самым решить этот вопрос. Новый детский сад площадью более 6000 квадратных метров будет двухэтажным. В нем обустроят раздевалки, групповые, спальни и буфет. Предполагается, что учреждение сможет принять 280 детей. Это очень актуальный вопрос для нас. На сегодняшний день в детском саду зачислено и воспитывается 500 ребятишек. В очереди стоит 315 детей, 315 разных возрастов. Итого получается цифра около 800 с лишним ребятишек. Поэтому ждем с большим нетерпением этого детского сада. Все хотят, детки, ходить в детский сад по району и быть в инфраструктуре там, где ты живешь. Как сообщила директор образовательного центра «Бухта Казачья» Татьяна Донцова, в саду также обустроят сенсорные комнаты. Часть необходимой мебели и техники уже закуплена. Остальные им сад оснастят после его постройки. В декабре 2021 года. Екатерина Костейникова, Денис Александрович, Севен Форумбюро. Севастопольские школы получили высокоскоростной интернет. С прошлого года учебные заведения подключают к всемирной сети в рамках проекта «Цифровая экономика». Глава Департамента цифрового развития городского правительства Александра Осипова рассказала, что в этом году снабдить скоростным интернетом планируют еще 15 социальных объектов Севастополя. Педагоги школы номер 30 в Балаклаве рассказали, как им работается с новой скоростью. Я, как учитель физики, могу сразу же найти те необходимые сайты, для того, чтобы детям объяснить более подробно новую тему. Если у детей возникает по ходу урока вопрос, то же самое. Мы быстренько это все находим в интернете. Вот, к примеру, на данный момент я хочу вам продемонстрировать просто любую тему из физики. Вот, например, движение. Оперативно и без сбоев учителя школы номер 30 имени Героя Советского Союза Герасима Архиповича Рубцова получают необходимую информацию из интернета. Напрямую на экране цифровой доски появляются задачи и примеры. Школа расположена в двух зданиях и обеспечить доступ высокоскоростного интернета в каждый кабинет было очень проблемно. До декабря месяца скорость у нас составляла всего 25 мегабит в секунду и работа с сервисами онлайн, с электронными библиотеками была очень осложнена. Сейчас в школе провели высокоскоростной интернет 100 мегабит в секунду. Эти мощности позволяют учителям использовать любую интернет-платформу, чтобы организовать урок или тематическое внеклассное занятие. Теперь учитель и на уроке, и вне урока, во внеурочной деятельности может полноценно с ребятами организовать использование любых доступных интернет-ресурсов. Это и электронные библиотеки, и видеоуроки онлайн, и организовать тестирование онлайн с большой группой обучающихся. Даже работа с электронным журналом теперь стала в разы проще не только для педагогов, но и для родителей, говорит директор школы номер 30 Светлана Инальева. Учитель на уроке может не только выставить ученикам оценку, и они видят, что они получили оценку за урок, но и заполнить графу домашнее задание, и прокомментировать его, и таким образом и каждый ученик видит заданное домашнее задание, и родители таким же образом знают, что ребенку задали. Глава департамента цифрового развития правительства Севастополя Александра Осипова рассказала, что в рамках проекта «Цифровая экономика» в этом году подключить скоростной интернет планируют еще в 15 социально значимых объектах. Помимо школ в данный список также входят городские администрации муниципальных районов, а также пожароспасательные части. Подключение каждой школы к интернету очень важно для наших школьников, так как таким образом они смогут получать весь необходимый цифровой контент независимо от того, находятся они в сельской местности или в городской. Скоростной интернет стал отличным подспорьем для учреждений при дистанционном обучении, подчеркнула директор департамента. Александра Осипова рассказала, что сейчас специалисты готовятся разработать проект по оснащению беспроводного интернета в каждой школе Севастополя. Школьникам в Севастополе предлагают придумать логотип и слоган для цифровой образовательной среды. О старте конкурса в нашем городе рассказала глава департамента цифрового развития местного правительства Александра Осипова. Ребята в школах могут объединиться и разработать свой девиз и символ для этого современного направления. Официально заявки начали принимать 3 марта. С декабря 2020 года мы начали проект «Цифровая образовательная среда». На текущий момент к данному проекту уже подключились все школы и среднеспециальные образовательные учреждения, то есть колледжи. И мы поняли для себя, что было бы неправильно придумать логотип и символ данной платформы самостоятельно. Ответственную задачу предлагают решить севастопольским школьникам, главным пользователям цифровой образовательной среды. Мы объявили конкурс, который стартовал 3 марта и прием заявок, по которому окончится 21 марта, среди школьных команд. Каждая школьная команда может состоять из пяти человек. Это ученики 9-11 классов. Соответственно, нами предусмотрено два этапа отбора. «Победители конкурса получат не только общегородское признание, но и ценные призы», – подытожила Александра Осипова. Отправить заявку на конкурс можно на электронный адрес Департамента цифрового развития, который вы видите на экране. В Севастополе впервые началось тестирование современных акустических датчиков для поиска утечек. В режиме теста будут использованы 20 устройств, которые позволят охватить порядка трех километров трубопроводных сетей. На протяжении трех недель датчики будут собирать и передавать информацию в единый центр. В случае, если тестирование пройдет успешно, город закупит около ста подобных устройств. Считанные минуты требуются для установки акустического датчика в один из городских коллекторов. В Севастополе впервые началось тестирование современной системы поиска утечек на водопроводных трубах. Сам датчик имеет магнитную основу и крепится на металлическую часть, на любой металлический элемент трубопровода, в данном случае на трубу. И передающее устройство на металлический элемент колодка. Вот так. Устройство, называется «Артомат НТС», имеет функцию беспроводной передачи данных. Датчики устанавливаются на водопроводную трубу через каждые 300 метров и фиксируют акустические сигналы. Данная система позволит нам до метра определить, где происходит порыв и, соответственно, осуществлять мониторинг именно по коммерческим потерям. Последующая уже реализация – это идет составление электронной модели сетей. И, соответственно, после этого уже позволит нам комплексно мониторить и потребление, и какое у нас идет давление. То есть все эти мероприятия, мы на начальной стадии их реализации. Срок службы акустического датчика – 10 лет. Аккумуляторная батарея в виде четырех обычных пальчиковых батареек позволяет работать автономно до четырех лет. Устройство имеет максимальную степень защиты от агрессивной окружающей среды. Он IP68, он может, ну, скажем так, несколько часов находиться под водой. Датчики в режиме теста проработают примерно месяц. Полученная от них информация будет поступать в единый центр обработки данных. Мы поставили на данный момент 20 датчиков и охватили порядка трех километров водопроводных сетей. Они постоят на этом участке около недели. Я думаю, неделю, дней 9. Будет собрана вся информация, найдены все утечки, которые есть на этом участке. И через 9 дней будут датчики переставлены на новый участок. Всего эксперимент продлится порядка трех недель. Ну, четырех, наверное, даже. Вот так. И планируем обследовать, ну, около, наверное, 7-8 километров водопроводных сетей. Полученный массив информации позволит, во-первых, обозначить все утечки на обследуемых сетях водоканала. Во-вторых, даст возможность создать электронную модель водопроводных сетей в городе. То есть провести своеобразную инвентаризацию. И даже определить незаконные врезки. Мы планируем порядка 100 километров сетей обследовать. У нас 100 датчиков будет установлено. Здесь порядка 40 миллионов рублей планируется для этого мероприятия, чтобы комплексно... То есть эти затраты, они приведут к положительному результату самого ГУПа и сохранению водного баланса в городе. Постоянный мониторинг даст возможность сэкономить и на аварийно-ремонтных работах. Сотрудники водоканала смогут устранять утечки до того момента, когда они превращаются в настоящий потоп. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро. В Севастополе подвели итоги конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2021». В четверг, 11 марта, на территории Объединенного учебного центра военно-морского флота в торжественной обстановке наградили сборные команды, которые заняли призовые места. Победу в шестом по счету конкурсе по водолазному многоборью заняла сборная команда Каспийской флотилии. Участники рассказали, что кубок с первым местом забирают не впервые. Мы старались, тренировались долгое время, поэтому мы шли к победе с самых первых дней. Каждый год принимаем участие, но в тройку всегда попадали. Первое место у нас не первый раз, и стараемся делать лучше. Канат, первый конкурс, который в этом году первый раз проводился, сложно давался. В итоге на канате второе место занялись. В этом году в конкурсе по водолазному многоборью приняли участие 12 команд, рассказал главный судья соревнований Алексей Строй. Команд стало в этом году еще больше. Команды, несмотря на это, значительно лучше подготовились, чем в прошлые годы. Показали намного более высокие результаты. И, естественно, в связи с тем, что подготовка у всех более или менее одинаковая, судить их стало немножечко сложнее. Здесь уже идет счет на секунды, а не на минуты, поэтому от грамотного решения судьи порой зависит и итоговое место. Но в этом году у нас никаких конфликтных ситуаций не было. Команды полностью были согласны с результатами выступлений. Победители конкурса «Глубина-2021» представят нашу страну на международных соревнованиях «Глубина-2021», которые в этом году пройдут с 24 августа по 5 сентября на территории Ирана в городе Киш. Севастопольский симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Акима вновь порадует зрителей концертом, состоящим из произведений короля аргентинского танго Астеро Пьяцоллы. В этом году программу обновили и вот уже второй раз представят севастопольской публике. Раз, два, раз, два, три. Сегодня в это сложно поверить, но когда-то Астер Пьяцолла был участником молодежной преступной группировки в Америке. Его поймала полиция и он был исключен из школы. Тогда на помощь пришел родной отец, который буквально заставил мальчика заниматься музыкой. И в 11 лет, будучи великий композитор, принял участие в своем первом концерте, во время которого виртуозно играл на банданионе. Пьяцолла стал классиком при жизни. Великий аргентинец сочинил порядка 750 произведений. Его музыка подарила миру неповторимую красоту и изящество, обогатив танго невиданными красками, вдохнув в него совершенно новую жизнь. Эта музыка живет, и я считаю, что она с каждым годом все больше приобретает силы, все больше распространяется, оказывает влияние на людей. Но это мировая культура, и она должна звучать везде, в том числе и на Севастополе. В эти дни музыканты Севастопольского симфонического оркестра готовятся представить зрителям обновленную программу из произведений великого астера, как пьяцолу, называют на родине в Аргентине. На февральский концерт все билеты были проданы заранее. И вот Меломанов ожидает новая встреча с произведениями композитора в виртуозном исполнении. Некоторые из них звучат впервые в Крыму. С участием гитары прозвучит концерт, двойной концерт для гитары и банданиона, в нашем случае для гитары и баяна. Это премьера в Крыму. Мы уже будем исполнять второй раз это произведение. В первый раз оно себя зарекомендовало у нашей публики как нечто достаточно грандиозное. Впервые в концертную программу добавилось звучание такого духового музыкального инструмента, как фагот, история которого берет начало в Средневековье. Пьеса, которая называется «Эскаласа», что жаргонного языка переводится как «Игра в карты». Игра на деньги, игра очень азартная. И это можно услышать в музыке. В программе Севастопольского симфонического оркестра, посвященной столетию со дня рождения Астара Пьецолы, также примут участие солистка Крымской государственной филармонии Арзы Меджидова и саксофонист из Москвы Антон Скиба. Новая встреча с бессмертными произведениями аргентинского классика ждет зрителей в Севастопольском центре культуры и искусства 12 марта. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-0060, мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте нтс-дефис-тв.ком. Ждите новостей. До встречи.